Телл Блокнет представляет твоему вниманию самых молодых богатых людей России. Их истории убедят тебя в том, что далеко не всегда нужно родиться богатой семье, чтобы стать миллионером. Этот парень не получал богатого наследства, а его папа не торговал нефтью. Началось всё с того, что однажды он привёз небольшую партию USB кабелей из Поднебесной, причём стартового капитала практически не было. На заре эры смартфонов кабели USB были необычайно ходовым товаром. Затем была ещё одна партия, потом ещё ассортимент привозимых товаров из Китая стал расширяться. На сегодняшний день его всем знакомая компания Сотмаркет ежегодно оборачивает около 4 миллиардов долларов и содержит более 700 работников. Олег Герасимов, 23 года, и Аркадий Хохлов, 21 год. Идея посетила Олега во время поездки в Нью-Йорк. Именно там он обратил внимание на то, как быстро и чётко во время красного света светофора американская молодёжь умудряется вымыть автомобиль. Причём абсолютно не используя для этого воду. Секрет заключался в тряпке с микрофиброй, а также в специальном чистящем средстве. По возвращении в Россию Олег поделился своими идеями с товарищем Аркадием. После этого друзья закупили небольшую партию таких чудо-тряпок и чистящего средства. Сложность заключалась в том, что для низких российских температур средство явно не подходило. Парни разработали свою собственную формулу чистящего средства, и дело пошло. Уже через год ребята заработали первый миллион баксов, но сегодня их компания Fast&Shine работает в сотне городов по всей России и за её пределами. Андрей Терновский, 22 года. Андрей придумал отличный бизнес, когда ему было только 17 лет. Он разработал простой чат, где люди стали общаться между собой при помощи видеосвязи. Чат-рулет вначале покорил западные страны, затем перекинулся на страны СНГ. Западные компании наперебой стали предлагать Андрею работу. Однако юный 17-летний парень и сам мог взять кого угодно на работу. В то время простой учащийся Андрей Терновский зарабатывал на рекламе от своего чата более полутора тысяч долларов в день. Семён Кебала, 24 года. Семён организовал вообще гениальный бизнес, не требующий никаких вложений. Скорее всего, он и сам не ожидал, что так выйдет, но идея сработала. Дело в том, что он придумал толстовку с символикой родного учебного заведения. Руководству вуза идея понравилась, а Семён получил заказ и оплату. Затем подтянулись и другие учебные заведения, со временем их становилось всё больше и больше. Как, собственно, и денег у его компании Unifashion. Николай Саганенко, 25 лет. Николай уже в 19 лет засветился в заветном журнале Forbes. Уже тогда он был автором нескольких серьёзных стартапов, но они быстро набирали обороты, затем куда-то так же быстро исчезали. Настоящие слава и деньги пришли к нему тогда, когда он занялся изготовлением макетов недвижимости. Однажды Николай стал свидетелем того, как люди в разговоре жаловались, что в России почти никто не занимается изготовлением макетов недвижимости. Это стало сигналом к действию. Николай арендовал крохотный офис, нанял архитектора и вначале не поверил своему счастью. Заказы буквально посыпались. Масштаб бизнеса постоянно расширялся. Кстати, над олимпийским проектом в Сочи работала именно его макетная студия Макетмастер. Вот так, ребята, всё возможно без всяких связей и денег. Я тебя убедил? Или ты всё же считаешь иначе?